Аспиранты Владимирского госуниверситета готовы предложить строительному рынку новые материалы, сверхпрочные, суперлегкие бетоны. Ученые несколько лет занимались их разработкой, и сейчас все лабораторные испытания позади. Бетон получился дешевый, долговечный и по-настоящему инновационный. Испытания на прочность этот бетон проходит супер успешно. Молодой ученый Сергей Петрунин изготовил более ста образцов, и почти треть вот так пустил под пресс. Его секретный ингредиент – многослойные углеродные нанотрубки, которые в сто раз прочнее стали. Из сверхпрочных бетонов строят небоскребы, мосты, атомные гидроэлектростанции и монолитные дома. Как говорит Сергей, сейчас перед учеными стоит задача удешевить строительные материалы. И ему кажется, это удалось. На изготовление нанобетона от Петрунина идет меньше цемента. Вот и экономия. Предварительные расчеты показали нам, что мы можем сэкономить примерно до 10% на стоимости при производстве одного кубометра такого бетона, что достаточно значимо и весомо в рамках тех объемов производства и потребления указанного материала в нашей области, в России и в мире в целом. Сейчас Сергей занят подготовкой к защите кандидатской диссертации. Как получит степень, плотно возьмется за внедрение своей разработки. Он уже подал несколько заявок на гранты. Ученый надеется открыть экспериментальную производственную линию. Вообще, нанотехнологии в стройматериалах – это непаханная целина. Ученые придумали еще и умный бетон. Добавляют все те же углеродные нанотрубки. Бетоны, обладающие свойствами самодиагностики внутреннего состояния, либо бетоны, обладающие свойствами самоочистки. Есть острая необходимость в защите от воздействия таких вот волны, как мобильная связь и тому подобное. Введение в бетон определенных компонентов способствует тому, что эти волны рассеиваются и нивелируют их влияние на организм. Сосед Сергея по лаборатории Максим Попов тоже кое-что придумал. Он получил легкий бетон на основе пеностекла. Его из битых бутылок и кинескопов телевизоров производит одно из Владимирских химических предприятий. Стекло в бетонах применять, как правило, нельзя, потому что стекло взаимодействует с щелочами бетона, цемента, и образуются некоторые, если простыми словами, негативные вещества, гели, щелочные декадные гели, которые начинают распирать изнутри бетон, и с течением времени бетон просто разрушится. Вот и Максиму пришлось придумать, как обмануть химические процессы. Если в состав бетона ввести нанотрубки или уже готовое здание покрыть добротным слоем штукатурки, то срок службы вырастет в разы – до 30, а то и 50 лет. Размеры конечных блоков могут варьироваться в широком порядке. И также данный бетон, это его отличительная характеристика, его можно производить непосредственно на строительной площадке. Здесь мы можем собрать материал по отдельности и, собственно, без всякой автоклавной обработки, то есть технология довольно простая, его изготовление, мы можем применять его буквально на даче у себя. Главный конкурент бетона и стекла – газоблоки. Они такие же теплые и прочные. Сейчас это очень популярный материал. Из них строят коттеджи и здания в 2-3 этажа. По мнению Максима, если его разработка выйдет на строительный рынок, она окажется в той же ценовой категории. Но обойти газобетон можно будет за счет простоты производства.